Музыка Когда наступает время заготовок, самым ходовым товаром становятся овощи. Если нет своего огорода, всё, что душе угодно, можно приобрести в магазинах, на рынках и на сезонных ярмарках, где фермеры-чувашии реализуют свой урожай по доступным ценам и какие места лучше обходить стороной. Подробности в очередном выпуске программы под знаком качества. Фермерская продукция у горожан пользуется большим спросом, но где её можно приобрести по приемлемым ценам? В республике создают специализированные мини-рынки, где личные подсобные хозяйства и садоводы реализуют свой урожай. С этого года торговые ряды работают на улицах Ивана Франко и Моты Залка в Чебоксарах. Сюда приезжают продавать свежие овощи с грядок, мёд, яйца, молоко, картофель. Ассортимент довольно большой. Очень удобно. Раньше у нас солнце мешало и ветер. А сейчас сидим прям очень хорошо. Ну вот дверь поставили, ветер не дует, а так двери не было раньше. Лук, чеснок, морковь, яички иногда. Всё есть. Селень, укроп, петрушки. Всё с своего огорода. Да, всё с своего огорода. Подобные площадки – кратчайший путь от производителей продукции до покупателей и беспосредников. Всё больше желающих выставить на продажу свой урожай из дачных участков. У нас дачный участок. Я садовод-любитель с 40-летним стажем. Людмила Петрова – садовод-любитель. Всё, что есть. И цветочки я очень люблю. Да. Помидорчики, огурчики. Хорошее место. Какой рынок прекрасно нам построили. Представляете, что было раньше и что стало сейчас? Прекрасно. Асфальт постелили, да? И вроде бы всё хорошо. Места в Чебоксарах на торговых рядах, мини-рынках и сезонных ярмарках предоставляются бесплатно. Желающие продавать свою продукцию могут приезжать и торговать. Но, конечно же, с соблюдением действующего законодательства. Спрос на овощи растёт, как правило, весной и в осеннюю пору. Пожалуй, многие горожане делают заготовки на зиму. На рынках всегда большое изобилие продуктов от фермеров. А цены на порядок ниже, чем в магазинах. И всё так культурно, всё красиво сделали. Потом ассортимент очень богатый. Особенно, ну сейчас, конечно, уже позднее время, уже не так. Но ассортимент у нас чего только нет. И картошка, и кабачки, и яблоки, и огурцы, и помидоры. Ну всё, всё, всё. И зелень, и петрушка, и морковь, и укроп. В общем, всего. А цена уж, слов нет. Он подсказывает, цена приемлемая. Здесь всё домашнее, всё качественное. В общем, мы даже с Афанасьев приезжаем сюда. И за творожком, и вот яблочки взяли. Молодцы. Хороший рыночек сделали. Постоянно? Постоянно покупать. Для Натальи Ивановой торговля на мини-рынке стабильный доход. Здесь она работает круглый год. В Чебоксары приезжает из Цивильска. Мёд с её пасеки пользуется большим спросом. Многие покупатели любят только мясопродукты покупать. Наталья Иванова – пчеловод. Привозные всякие не любят. Поэтому, как скажем, мёд тоже, кто пробовал, кто знал, одни и те же приходят. Поэтому стараемся даже стоять на одном и том же месте. С места на место не прыгать. В республике продолжают создавать благоприятную среду для продвижения продукции, отличных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий. Так новые мини-рынки планируют открыть не только в городах, но и в муниципальных округах. Это стратегическая задача главы региона для властей на местах. Мы видим, насколько востребована такая форма организации работы. А самое главное – серьёзное влияние на цены продукции для покупателей. Больше порядка и самое главное – постоянное функционирование. Ну и возможность масштабирования этого подхода как на территории Чувашской республики, так и выезда на территории других субъектов в случае такой потребности и необходимости. А я думаю, такую задачу тоже мы с вами должны ставить. Мы в следующем году, в 2024-м, планируем предоставлять гранты главы на поддержку, содействие сбыту продукции местного производства. Елена Чернова – начальник отдела развития потребительского рынка Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики. Победившие органы местного управления сможет реализовать грант на организацию новых ярмарок или благоустройство старых. Чтобы сельхозтоваропроизводители смогли реализовать свою продукцию без посредников, в муниципалитетах проходят ярмарки «Дары осени». Для фермеров и личных подсобных хозяйств в этом году в республике было организовано 50 площадок. Места для торговли здесь предоставляются абсолютно бесплатно. Ассортимент довольно большой – картофель, овощи, лук, мясо, молоко, ягоды, мед и рыба. По заказам переработчиков чебоксары поставляют свежий улов даже из Дальнего Востока. Мы занимаемся переработкой рыбы, коптим, вялем, солим, делаем пресервы. Иван Герасимов – коммерческий директор чебоксарской компании. Ну и, соответственно, предлагаем замороженную рыбу напрямую от рыбаков. Постоянные поставщики есть, вот, да, это вот крупные трейдеры, которые, ну, то есть без всяких перекупов условно. Горбушу мы предлагаем, вот она, допустим, с Камчатки, чихонь свежемороженая, она с Калининграда, тоже напрямую от рыбаков. Так, ну, с Кумбрии, Атлантика, ее возят с портов Санкт-Петербурга. Наибольшим спросом на сезонных ярмарках пользовался картофель. Его многие горожане смогли приобрести по приемлемым ценам. Стоимость одного килограмма на 10-15 рублей ниже, чем в магазинах. Свои урожаи в Чебоксары привезли и фермеры с южных округов республики. Поставили 18 рублей. В прошлом году дороже было намного. За картошкой пришли, вот картошку выбираем. Ну, приемлемая цена, конечно. С магазинами сравнить? С рынком там 25 было, здесь 20. То есть здесь дешевле, да, выходит? Здесь немного дешевле, да. Ну вот, вот сейчас и горбушку пил, она подешевле, чем на рынке. Вот, мой вот тоже дешевый здесь, овощи дешевые. Вот, и лук есть, все-все-все есть здесь. Здесь все подешевле, чем на рынке. Мне нравится. И примен для вас большой, и дом надо вон тащить далеко. Всего за месяц работы даров осени было реализовано свыше 200 тонн продукции. Благодаря таким сезонным площадкам фермеры и личные подсобные хозяйства распродают в городах большую долю своего урожая. Впрочем, в муниципалитетах республики организуют не только сезонные ярмарки. Органами местного самоуправления республики ежегодно утверждается перечень ярмарок, планируемых в очередном календарном году. Перечень ярмарок на 2023 год утвержден 23 администрациями муниципальных и городских округов Чувашской республики. В настоящее время в регионе функционируют 133 торговые площадки. Подробный список опубликован на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Потребительский рынок». Сезонные ярмарки отмечают в Минэкономразвитии Чувашии и отражаются и на регулировании ценовой политики. Здесь срабатывает принцип конкуренции за потребителя. С ярмарочными продажами у нас цены на продукты питания, на овощи снижаются до 30% во всех каналах реализации. И когда начинаются ярмарочные продажи, магазины также снижают цены, чтобы быть на конкурентоспособном уровне. Чувашия – лидер в потребительской кооперации. Это озвучили на Всероссийском форуме, который прошел в Нижнем Новгороде. Сельские магазины и предприятия общественного питания в республике сегодня мало чем уступают городским. Сейчас в сети муниципальных райпо работают свыше тысячи магазинов. За два года мы построили более 20 магазинов разных. Крупные магазины, торговые центры, малых деревнях. Валерий Павлов – председатель Совета Чувашпотребсоюза. Это кафетерии, это смена оборудования, замена торгового, холодильного, технологического. Это подходы в организации школьного питания. Туда тоже наши определенные средства мы тоже вкладываем. В общем, таким образом мы стараемся воплотить в жизнь те рекомендации, которые дает нам Центресоюз Российской Федерации. В заготовительных пунктах Чувашпотребсоюза принимают молоко, мясо, овощи, ягоды и лекарственные травы. Предприятия большой сети производят внушительный ассортимент от минеральной воды до шертанов. Каждый год с датчиком выплачивают свыше 700 миллионов рублей. В кооперативное движение республики сейчас вовлечено порядка 60 тысяч подворий. Кооперативное движение – это такой механизм, когда большое количество малых производителей объединяются для того, чтобы свои наработки, объединившись, вывести на новый уровень продуктовой линейки, придать им совершенно иные потребительские качества, ну и, конечно же, достойно конкурировать на рынке. Это правильная идея, хорошая идея, прежде всего в области агропромышленного комплекса, развития личных пособных хозяйств, объединения самозанятых, ну и других малых форм хозяйственных. Нам необходимо сделать новую стратегию, вкрапить туда все, что мы узнали здесь новое, и дать новый импульс к оперативному движению. Тем более сейчас все больше и больше форм поддержки, в том числе по линии корпораций развития малого и среднего бизнеса. Чувашские товаропроизводители наращивают объемы реализуемой продукции в федеральных торговых сетях. Чаще всего на полках магазинов крупных ритейлеров можно увидеть местное молоко, колбасы, яйца, хлеб. Опрос, проведенный съемочной группой программы под знаком качества, показал, покупатели больше всего доверяют именно нашим производителям. Ключевая задача – создать условия для продвижения чувашской продукции к потребителям. Ну, хотелось бы, чтобы больше, а так молочные, есть хлебные, есть колбасные изделия. Тоже, в основном, то, что выпускается чуваши, вроде так, достаточно поставлено. А чего бы конкретно хотелось бы больше, чтобы было представлено именно из категории продуктов? Для меня это достаточно. Колбасок, конечно, всего бы хотелось своего. Вот. Ну, в основном молочка идет вся эта, вся наша почти. Вот, все почти наше. Все нормально, все хорошо. Хорошие сыры по доступной цене. Хотелось бы вон здесь видеть, да? А потому что люблю сыры. Я предпочитаю, конечно, все деревенское, чтобы, ну, и в магазинах желательно, конечно, чтобы было молоко, сыр, творог, местных производителей, допустим. Ну, и вообще, я очень рада, что в магазинах начали появляться, хотя и очень мало их, продукции местных производителей. Пельменей, похоже, не хватает. Вот чувашских. Мне нравится, как из чувашей делают пельмени. Ну, хочется еще побольше колбас. Ассортимент колбасный. Все местного чувашского производства? Да, 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 конечно. В кооперации с федеральными сетями и при поддержке корпорации МСП в республике реализуют проект «Фермерский островок». Это торговая зона внутри магазина, где продают продукцию от местных сельхозпроизводителей. Здесь и крафтовые сыры, и мясные деликатесы, и травяные сборы. Правительством Чуваши особое внимание уделяется поддержке товаропроизводителей, а самое главное – обеспечению жителей республики качественными и доступными продуктами питания. Наши производители Чувашской республики способны обеспечить в полном объеме население республики и овощами, и яйцами, и молоком в полном объеме. Поэтому наша задача их поддержать. В связи с этим мы поддерживаем проект открытия фермерских уголков в торговых центрах. Этот проект очень интересен как потребителям, так и фермерам. Поэтому приглашаем наших фермеров и производителей в торговые сети. За информационной поддержкой по вопросам проведения ярмарок или организации фермерских островков вы можете обратиться в Минэкономразвитие Чувашской республики. Контактный телефон 565242. Электронная почта economysobakacup.ru Благодаря мерам поддержки сельхозпроизводителей, создаваемым площадкам для организации ярмарок и открытию новых торговых площадок, в республике становится все меньше несанкционированных торговых точек. В таких местах работают без документов и вопреки санитарным правилам. К качеству продаваемых товаров есть большие вопросы. Продукцию выставляют на палетах, деревянных ящиков, а то и вовсе на асфальте. Благодаря проводимым рейдам представителей администрации города и сотрудников полиции удается навести порядок. В Российской Федерации незаконная торговля определяется как продажа товаров на улицах или рынках без соответствующих разрешений, патентов и лицензий. По российскому законодательству без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя торговля строго запрещена. Это касается продажи и вещей ручной работы и овощей с собственного огорода. Все нарушители закона штрафуются. Это место у центрального рынка Чебоксар на протяжении многих лет было настоящим эпицентром несанкционированной торговли. Но благодаря принимаемым мерам навели порядок. Для тех, у кого появится желание нарушить закон, установили вот такие предупреждающие аншлаги. Штрафы до двух тысяч и до пяти за повторное правонарушение весь продаваемый товар будет изыматься. Что и где покупать, конечно же, дело каждого. Важно помнить, что любой продавец по закону о защите прав потребителей обязан предоставлять достоверную информацию о товарах. И если продукция оказалась некачественной, то ее можно вернуть, говорят эксперты. Правда, лучше обходить стороной несанкционированные торговые точки. В случае возникновения проблем любой потребитель услуг может обратиться в Управление Роспотребнадзора Почувашии. Контактный телефон 58 17 13. Электронная почта санитсобака21.роспотребнадзор.ру